Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот прямо здесь! Но все это не способствует конструктивному решению проблемы. Так что признать свою глупость, недальновидность, эгоизм, рано или поздно приходится. Я не понял. А где трейлер? В кино проблемы решают супергерои, а в жизни можно рассчитывать только на себя и на друзей. Конечно, если это... Девушки отдыхают... 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 Продолжение следует... 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 Папа, не обходит нас! Обходит, ну да! Бонзай! Бонзай! Папа, мы их сделали! Вот так! Ты у меня супер-угонщик! Супер-угонщик. Впервые в жизни совершаю преступление. Господи, куда вас прятится? Молодцы, мужики! Прибыли точно по плану! Я даже полуноваться не успел! И что успеешь? У нас тщетные минуты, пока они не выбрались из кювета. Давайте, вскрываем трейлер и... Не-не-не-не-не, а ты садись в машину, мы сейчас оттуда все достанем, к тебе прыгнем и рвем. Ну, давайте, аккуратнее. Так, давай ты сначала потревушил! Ребята, это вы что-то... А-а-а-а! А-а-а! Тихо! 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 Чё вы так напугались-то? Чё, я страшная, что ли, такая? Капитан... Нет! Скорее, Чё ты сей делаешь?! А тоже стоит и ты! У меня, между прочим... во... Диск! Да вы просто Джеймс Бонд. С внешностью Жанны Фриске, да? Фриске, писке! Давай, некогда, поехали! Опачки! Держаться! Какие? А можно я вам посвящу стихотворение? Очень хочу, но некогда. Очень жаль. Давай! Давай! А что там? Нет, не все, по ходу засели конкретно. Вытягивать придется! Сам вижу. Ну что, стоите? Буксиры идите ищите? Идиоты! Чего ты толкова? А я что? Я знаю, кто это сделал. Только один человек может выписывать и тебе рожать. Мне же это заплатят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, это я у вас забираю. Читать вам пока нельзя. Да почему же нельзя? Очень даже можно. Нельзя! Потому что кроме обложки ты все равно ничего не видишь. Я все прекрасно вижу, глаза у меня не болят. Нельзя напрягать глазные мышцы после такой операции. Ира! Могут быть осложнения. И что вы мне предлагаете? Лежать и пяльцать в потолок? А может быть тебе еще тут плазму и плейстейшн поставить? Лежи. Сколько вы меня еще здесь продержите? Ну, врач сказал минимум недели. Неделя? Я здесь с ума сойду за неделю. Уже сошла. Так положено. Лежите и отдыхайте. Так вот ты, значит, какая. Какая? Из-за тебя он рисковал собой. Кто рисковал? Девушка, вы к кому? Не притворяйтесь. Все прекрасно понимаете. Я говорю о Борисе. Агрессивная у него девушка. О Борисе? А чем он рисковал? Вообще я-то при чем? Вы хотите сказать, что не в курсе? Так ты еще и актриса. Надо же. Я и предположить не могла, что Борис из-за меня может решиться на такое. Может мне тоже заболеть? Коленку разодрать или порезаться? Только вы не подумайте, что это он сделал из-за любви к вам. Для него вы просто товарищ по команде. И не более того. Да я и не отрицаю. К тому же у него засела мысль в голове, что он виноват в вашей аварии. Именно поэтому он решился собирать деньги на вашу операцию. Я его об этом не просила. Честное слово. Я даже не знала, что он там что-то такое затевает. Может быть вы и не знали, но... Такие деньги. Из-за этого он теперь может попасть в тюрьму. Послушайте. Если он помог мне, то вполне вероятно я чем-то могу сейчас помочь ему. Что? Зачем вы так сказали? Что сказала? Вы сказали, тоже помощница мне нашлась. Зачем вы так? Я ничего не говорила. Я же прекрасно слышала. У меня была операция по поводу зрения. А со слухом, слава богу, у меня все в порядке. Ну, если честно, я подумала об этом. Понятно. Телепатия. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну, боже мой. Я так и знал, им нужен был диск. Ну, и куда они его понесли? Понимаете, мне, как психотерапевту, довелось слышать о таких случаях. Но такого я даже допустить не могла. Неужели мне так повезло? В каких случаях? Чего допустили? Вы понимаете, в моей практике были люди, которые после контузии могли делать то, что до этого они не умели. Вот вы во время аварии ударились головой? Ну, да. Ну, и вот, у меня был пациент, который после травмы головы научился танцевать, как солист Большого театра. Так это же прекрасно. И от чего вы его лечили? Да беда в том, что он танцевал везде и всюду, когда слышал звуки мелодии. Даже если это была мелодия мобильного телефона. Представляю. А другой научился умножать шестизначные числа в уме. Забавно. Только я не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете. Ну, неужели вы не понимаете? Вы научились читать мысли. Так вот она какая, телепатия. Надо обязательно с ней сфотографироваться. То есть я стала телепатом. Я не знаю, правда это или нет. Ну, давайте попробуем. Вот о чем я сейчас подумала. Если у нее действительно это есть, то я отгрохаю такую диссертацию, что этот старый козел в Алапу из ученого совета и... Дальше неразборчиво. Фантастика! Это же гениально, Ирина! Вы понимаете, вы мое открытие! Слушайте, по-моему, плюшки нет дома. Я вообще не понимаю, зачем надо было ехать сюда? Меня с этим диском, между прочим, ждет Лиза. Ты можешь позвонить ей отсюда и сказать, что мы здесь. Но Ксении нет дома. Может, Ксении нет дома. Зато у меня есть ключи от ее дома. У нас, так сказать, чувства. Ну, что, давайте, мужики, туда. Ну, прекрасная половина представительницы ее вот сюда. Синяя очень расстраивалась, что лишилась этого диска. Теперь она его получит обратно. Папке помочь, а? Нет. Занимайте места согласно купленным билетам. Устраивайтесь поудобнее. Вас ждет незабываемое зрелище. Ненормально. Господи, гадость-то какая! За 8-м отца! А мне нравится. Ну, умеют, когда хотят. Слушайте, а давайте попробуем еще раз. А если вот такая мысль... Стоп, 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 стоп. Стоп. Тоже мне развлечение. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь серьезном. Да разве вы не понимаете, что это... Это же сенсация! Это научное открытие! Это переворот психиатрии! А вообще-то мы сейчас говорили о том, как помочь Борису. А вы уже все забыли, кроме своей сенсации. Да, я и правда забыла. Как это с моей стороны, это ужасно. У вас есть какие-то мысли? Минуточку. Так, что-то наклевывается. Нет, то, что вы подумали, сейчас не годится. А если... Нет, 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 нет. Это тоже глупости. О, тогда может быть еще чего. Ни за что! Ну, я не знаю. Я знаю. Я знаю. Смотри. Если я правильно поняла, то все это заварилось из-за прохода. Да. Да? Значит, по нему мы должны ударить. Только не спрашивайте меня как. У вас кабинет на каком этаже? На четвертой. Есть во что переодеться? Найдем. Ну, отлично. Тогда действуем. Проверьте. Никого. А что здесь происходит-то? Ээээ, Ксиша, мы тут пришли, извини. Надо было нам посмотреть. Да я вижу, что посмотреть-то я вижу. А вы что, лучше место, чем моя квартира, не нашли для просмотра, а? Извините, пожалуйста, это не совсем то, что вы подумали. А вы-то что здесь делаете, а? Я-то думала, что такие видео смотрят как раз в отсутствии жизни. А я и не смотрю. Держаться! Извините, мы сейчас вам все объясним. Давайте для начала вы выключите вот это все. Да, выключите это все. А то я за звуком этим не слышу ваших объяснений. Ну, давайте, рассказывайте. Извращенца. А фигурка-то у нее ничего. Сразу видно, что след в библиотеке не сидела. Что? Ну, какой мне смысл говорить вам нечестно? Вы все равно прочтете мой ответ в мыслях. Вы выглядите великолепно. Замечательно. Как раз то, что нам нужно сейчас. Вы гораздо стройнее меня и талию вас тоньше. Неудивительно, что Борис проявляет к вам такой интерес. Виолетта, ты что за глупости? Ты вообще как можешь о таком думать? Ну-ка, выброси эти мысли из головы. Хотелось бы, но не получается. Виолетта, ну, я даю тебе честное слово. Что между мной и Борисом ничего не может быть. Ничего личного, только бизнес. Ну, и... К тому же мне нравится другое. Кто? Когда научишься читать мои мысли, тогда узнаешь. Сама не скажу. Но точно не более. Ну, значит, вы таким способом решили вернуть мне диск. Спасибо, конечно. Но только, по-моему, это весьма оригинальный способ. Да. Мы были вынуждены пойти на это рискованное, отчаянное дело. И главное, эффективное. Выкрать целый трейлер из одного такого маленького диска. Главное, не будучи уверенным, что он в этом трейлере есть вообще. Но нельзя забывать, что мы пошли на это, потому что ты спейте со своим вот этим. Его упустила. Да мы стали жертвами грубейшего насилия. А вы могли бы придумать что-нибудь и получше. Ну, да, колцомка, конечно, что мы с тобой не посоветовались. Ты бы наверняка придумал, давай, что-нибудь оригинальное. Ха, а ты в этом сомневаешься? Ну, так придумай, придумай. Чего ты мучаешь нас? А, это придумаю сейчас. Вот сейчас вот, 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 придумаю сейчас. Где наша думалка? О, ну, 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 ну Ну, меня посетила одна идейка. Ну, Лена, рассказывай. Нам нужно из двух человек, которые нам противостоят, бороться с тем, кто менее опасен. Не с криминальным авторитетом, а с судьей. С судьей? Это еще неизвестно, кто из них менее опасен. Да, да, это точно. А что может быть опасного в судье? Ну, Плешка, не жаль, ты на самом деле не понимаешь. Судья — это человек, обреченный властью. Он легко может нас всех в тюрьму законопатить. Ха! Это мы еще посмотрим, кто кого законопатит. На этот счет у меня есть одна. Двери. Мысль! Как это вычислили? Так вот. А что, хороший план, забористый. Молодец, Плюшка. Не-не-не. Что-то как-то, по-моему, очень тяжело. Что там тяжелого-то? С этим любой дурак справится. Ну, кроме меня, конечно. А, когда дело дошло, так ты сразу пусты, что ли? Понимаешь, что судья знает меня как родного брата. Здесь нужен кто-то инкогнито, кого он в лицо не знает. Да, правильно, какая-нибудь женщина. И лучше красиво. Согласен. Так зачем же дело стало? У нас как раз такая есть. Та-дам! Нет, ну что, я не смогу, нет. И не уговаривайте меня ни за что в жизни. У меня не получится ничего. Почему не получится? Ты смогла Прохору в офис забраться? А по сравнению с этим, это дело плевое. Конечно. Тем более, что помощник у тебя будет. А техническую сторону мы на себя возьмем. Давай не ломайся, Эльвира. Я не знаю. Соглашайся. Ну, только я вам не обещаю, что у меня второй раз все получится. Тихо. Алло. Да, Лиза. Ну. Ну да, все здесь, да. Ага. Да, ты что? Лиза звонила. Мы с Борисом Максимовичем вынуждены сейчас удалиться. То есть Лиза звонила? Да. Соскучилась по сыну и мужу, а? Да брось ты. Не осталось с ней ничего человеческого. Собирайся. Готов, Бориска. Ну, давайте так договоримся, что сейчас Эльвира с Антоном действуют по плану. Вы глядите, а я всех вас жду на радио. Да-да. Угу. 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 Добрый день. Здрасте. Не ждали? А, ждали. Ну, не скучали. А мы как раз пришли вас развеселить. Угу. 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 И потом мой бывший муж не имеет к этому никакого отношения. Знаете, я устал разбираться в ваших семейно-имущественных замоклажениях. Угу. Это вы же как-нибудь без меня. Я всего лишь хочу отплатить любезностью за любезность. А каким образом? Ну, в том, что ваш муж, как я уже сказал, нанес мне визит. И в моем офисе устроил легкий беспорядок. Да. И я намерен здесь устроить что-то похожее. Ну, вы не смеете. Смеем, дорогая, смеем. Начали. Нет, никакого развода ты не получишь. Мне у тебя не удастся со мной развести. Так. Нет. Так. Я не понял. Я не понял. Так что здесь происходит? Вы не понимали, вы не были к нам пришли? Что за безобразие? Что такое? Ой. Простите нас, Ваша честь. Дело в том, что вот мой муж, он же сумасшедший. Вот посмотрите на него. Посмотрите. И скажите мне, можно ли жить с таким вот человеком? Так. Вы мне скажите, вы сейчас пришли по поводу развода? Да. Нет. Никакого развода ты не получишь. Да? Вот. Да. Вот посмотрите. Вот он даже в вашем кабинете ведет себя как деспот и как хам. Пожалуйста, я вас прошу, уберите его отсюда. Прикажите ему удалиться отсюда. Молодой человек, в самом деле, дайте сюда. Вы бы вышли, пожалуйста, в приемную. Здесь не место для таких сцен. Понимаете, в чем дело? Давайте, выйдите, пожалуйста. А я не хочу никуда выходить. Точнее, я не хочу оставлять ее здесь. Что значит, хочу, не хочу. Я прошу вас, выйдите, пожалуйста. Иначе я вызову охрану. Охрану? Хорошо, я уйду. Но, знаете, я никуда не уйду. Я буду ждать ее в приемной. И никакого развода я тебе не дам. Ну, вы присаживайтесь. Спасибо. Спасибо, Ваша честь. Так приятно, что в наши дни можно найти все-таки настоящего мужчину, который может остановить этого зарпавшегося мушлана. Ну, в смысле, у него мужа. Скажите, мы с вами нигде раньше не встречались? Ну, что вы. Я бы такого, как вы. Я бы запомнила. Ну, хорошо. Скажите, что я могу для вас сделать? Понимаете, я... Все по порядку. Как у нас тут дела? Все нормально. Жмем на четвертую передачу. Без пробуксовок. Ну, вот и замечательно. А сейчас мы с вами ненадолго расстанемся. В эфире нашей радиостанции «Музыкальный блок». Все, что вы любите в мире музыки, в эфире женского радио. А я, Ваша ведущая Алена, говорю вам до связи. Слышимся. Давай, давай, выводи музыку в эфир. Ну, и как все прошло? Все хорошо, деточка. Все хорошо. Что-то вы, Алиса Сергеевна, как-то... не очень уверенно говорите. Что-то не так? Да нет, нет, все замечательно. Все хорошо. Просто все, когда все хорошо, это не всегда все хорошо. Как это? Понимаешь, когда идет все очень гладко, это не всегда замечательно. Ну, как вам объяснить-то? Ну, вот возьмем Ксению, да? Она, конечно, у нас ни сахара, ни подарок. Ну, вот, то, что она делает, это цепляет. В ней есть некая острота, там, тяга к скандальности. Вот, и это все цепляет. А вот, когда все хорошо, это не цепляет. Алло. Да, Ксения. Идея? Какая идея? Ну, хорошо, хорошо, приезжай. Да, я тебя жду. Давай, до встречи. Так что вы моя последняя надежда. Вы уже четвертый по счету судья, к которому я обращаюсь. Понимаете, дело в том, что я бы хотела ускорить ход этого дела. Я не могу больше жить в этом кошмаре. И я готова на все, лишь бы только ускорить решение вопроса. Да. Дело, конечно, сложное. И я не удивляюсь, что мои коллеги отказались браться за это дело. Это что вы хотите сказать? Что это безнадежно? Да нет, ну что вы. Невозможно, у нас ведь ничего нет. Тем более, как вы сказали, вы готовы. Да, я готова на все. Вы мне только скажите, что я должна сделать, чтобы ускорить ход решения. Ну, вы знаете, я сейчас пока не могу ничего сказать. Мне надо подумать. Ну, хотя мы могли бы посидеть здесь в непринужденной обстановочке. Непринужденной? Да. А как это? Ну, как? Где-нибудь могли вдвоем посидеть без посторонних глаз? Да, да, конечно. Это можно сделать даже сегодня вечером. Вот у меня на примете есть один спортклуб. Угу. А в спортклубе бар. А в баре сауна. Что-то вы говорите. Да. Господи, как мне нравится, что так все быстро схватывается. Вы знаете, мне кажется, что даже это ускорит решение вашего дела. Скажите, а как насчет вашего участия в отношении имущественных вопросов? Ну, то есть это будет, конечно, не безвозмездно. Вот, вот, вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Я слушаю. Значит, что я? Так. Ксюша, я чего-то ничего не поняла. Давай приезжай сюда, и тогда все расскажешь. Давай, жду. Ну что, кажется, я накаркала. Ксения едет сюда. А что, она везет какой-то новый репортаж? Ну, я не знаю, что она там везет, но спокойной жизни это нам не предвещает. А я уже была подумала, что у нас здесь те же глади на Божья благодать. Алиса Сергеевна. Да? А вы ожидаете, что она везет что-то нехорошее? Ну, когда имеешь дело с Ксенией, ничего нельзя исключать. Передайте ей, что я жду ее у себя в кабинете. Хорошо? Ну, и чего нам следует ждать? Погонят нас отсюда? Ну, почему сразу погонят? Мы можем работать все вместе. А впрочем... Мам! А что у вас тут произошло? Кто это сделал? Лиза! Лиза, а вы все в порядке? Да я-то в полном порядке, как видите. Мамуль, что случилось у вас? Да, у вас так в гости заходил старый папин приятель. Прохор, это Зелон. Сволочь. Нет, он сказал, что он должок отдает старый. Сказал, что ты угнал у него трейлер и разгромил его. Это правда? Нет, это не правда. Ну, да, я угнал, но я внутри ничего не громил. Оно само по дороге. Значит, правда. Я так и знала, что за это я буду тебя благодарить. Да, я виноват в этом. Ну, накричи на меня, обзавись, ударь, в конце концов. Ну, не сиди ты такая, мне больно на тебя смотреть. Вот так вот. Мне больно с тобой рядом жить. Я не могу так. Я сейчас пойду к Прохору, притащу его за шкирку сюда, мне все язык вот здесь вылежит. Я его зарежу. Нет. Нет. Я теперь не пущу. Я очень рада, что мы с вами сумели найти общий язык. А уж я-то как рад. Значит, наши договоренности можно считать принятыми. О, да. А сегодня вечером мы их должным образом постараемся закрепить. Вы шалун от нас. Есть немножко. Это еще мы посмотрим, как вы будете себя вести. Я буду вести себя безупречно. Я очень надеюсь. Да. А ну я пойду. Да. До свидания. А? Не надо, не надо меня провожать, а то сейчас опять вас увидит мой муж, и опять будет этот скандал. Я сейчас его быстренько уведу, и до вечера. Ну хорошо. До свидания. До свидания. Вчера мнится. Кажется, все получилось. Надеюсь, техника не подвела, и все записалось хорошо. Мне уже не терпится это все услышать. Ну куда? Так, как его выключить-то? Слушай, все-таки здорово ты его зацепила. Да и ты прекрасно смотрелся в роли моего мужа. Правда? Да. Очень даже органично. Пойдем скорее. А то нас уже заждались на радио. Я думаю, что дальше я справлюсь сама. Ну почему? Я тоже хочу при этом присутствовать. Нет, не хочешь. Я же слышу, что ты думаешь. Тебе лучше остаться здесь. А ты не боишься одна? Ничем не бояться. Если он замыслит что-нибудь недоброе, я об этом сразу же узнаю. Он еще мысли не успеет додумать. Ну а вдруг с ним твоя телепатия не сработает. Лучше пожелай мне удачи. Дочь. Че возитесь-то? Час назад уже приехали, а вы все копаетесь. Давайте быстрее. Здравствуйте. Здрасте. Что вам угодно, дамочка? С вами можно поговорить? А что бы вы хотели? Мне угодно поучаствовать в мероприятии, которые вы проводите. Я хотела бы сделать крупную ставку. Проходите. Прошу вас. Пойдемте поговорим. Нет, я тебя никуда не пущу. Я не отпущу тебя к этому бандиту. Ну ладно, че ты боишься, Лес? Он мне ничего не сделает. Ну а вдруг сделает? Откуда ты знаешь-то? А я что, должна сидеть здесь и сходить с ума? Отчего сходить с ума? Это ты не понимаешь, да? Я просто не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Мало того, что наш сын попал в такую переделку еще, если с тобой что-то случилось. Да ладно, зайка. Лучше, честно говоря, не ожидал услышать это от тебя. Ты че, действительно волнуешься обо мне? Да, конечно, волнуюсь. Если ты такой бесчувственная бревно, то почему я такая же? Я волнуюсь. Я очень-то волнуюсь. Конечно, волнуюсь. Конечно. Родители, может я пойду к маме? Ну что ж, я все поняла. И я хочу в этом участвовать. Надеюсь, что благодаря вашим советам я сделаю правильные ставки и смогу выиграть. Не сомневайтесь, я плохого не посоветую. Ну что, до встречи на гонках. До встречи. Малютку, сувенир фирмы. Спасибо. Шеф, но мой мастер-разводник. Бедная лохушка, если она вас послушает, проиграется до нитки. Если безмозглая моль, сама летит на огонь. Грех этим не воспользоваться. Дураков надо. Наказывает. Наказывает. Учить. Да. Если бы она знала, что у вас на уме, она бы лучше сразу. Как мы под паромо сбросим. Ну ладно, ладно, Макс, ну ты хотя бы скажи, как это ваше с углом трейлера, это что-то солнечное получилось? Диск нашли? Нет, но зато внутри мы нашли Эльвиру. Она оказалась там, по ее словам, в соответствии с вашим планом. Это ты все придумала. Ну конечно, я же не могу на тебя надеяться, когда моему сыну грозит уголовная дема. Я не могу больше это слушать. Вы мне все пытаетесь помочь и попадаете еще в более хуже ситуацию. Это же должно как-то разрешиться, да? Здравствуйте, капитан Фоменко. Могу я везти Королева Бориса Алексеевича? Кто это? Это я. Познакомьтесь, год ордер на вашей одежде. Считайте. Ну вот. Все разрешилось. Привет, Михалыч. В КВЗ есть свободные висечки-то? Клиента привел? Места найдем. У нас как в отеле. Пять звезд. Кого привел-то? Угонщик у своего судьи-дряни машину угнал? Протестую. Никто не может быть обвинен до приговора суда. Верно? Грамотный. А приговор кто выносит? Судья. А ты у него машину угнал. Стало быть, ты виновный? Да уж, парень. Как ты тебя угараздел-то, а? Все, что я скажу, будет использоваться против меня в суде. Да? Да ничего я им не скажу. Все же верно. Только я-то тебя без всякой задней мысли спрашиваю. Так, и сочувствие. Мы ведь этого судью тоже неплохо знаем, а? Да век бы его не знать. Да у нас вот его все ненавидят. Вы ему машину-то вернули? В целости и сохранности, да? Я ничего не знаю. Жалясь и целая. Жаю. Я б на твоем месте такой случай не упускал. Разбил бы ее в дребезги. А то теперь судья на машине ездит, а парень на нарах парится. Вот я и говорю, обидно, обидно. Э, парень, я тебе из сочувствия камеру получше выберу. Ага. Но в остальном туго тебе придется. Судья сволочь редкая. По полной тебе улепит. Господи. Как я могла дожить до того, что на моих глазах арестовывают сына? Да брось ты. Никто его не арестовывал. Его временно задержали. Меня раньше тысячу раз задерживали. Издеваешься сейчас? Его отвели в тюрьму. Это единственное, что меня сейчас волнует. Отвели его туда временно. И потом у меня есть совершенно гениальный план, как его оттуда вытащить. Нет. Только не ты. Потому что если ты за это возьмешься, то он оттуда никогда не выберется. А еще и ты сам там окажешься. А что ты это взяла? У меня есть на этот счет целый план. Не надо. Обойдемся без твоих гениальных планов. Ни подкоп, ни вертолет с веревочной лестницей мы не потянем. Я же понимаю, что ты мне не очень доверяешь. А как я могу доверять человеку, который с друзьями 40 дней нашей свадьбы праздновал, а потом полгода кормил попугаев детским питанием, а сына птичьим кормом? Ну ладно, мне ты не доверяешь. Но ты должна доверять же моей суперумной сестре. Она же не будет ввязываться во всякие рискованные и дурацкие мероприятия. А она согласна принять участие в моем гениальном плане. Какие духеты я подарил. Да ни за что. Весь этот ваш план это полный бред. И я в нем участвовать не собираюсь. Ну почему же бред, Алиса? Ты сомневаешься, что это получится или просто боришься? Я сомневаюсь, потому что боюсь. И наоборот. Я могу тебе пообещать, что все пройдет как по маслу. Ксения, ну ты пойми, что радио это не место для таких... Я даже не знаю, как это назвать. Разводок? Да. Ну а что поделать, если только так мы можем помочь твоему племяннику? Ксюша, вот только не надо мне сейчас говорить, что ты это все устроила только ради того, чтобы помочь моему племяннику. Я же ведь прекрасно знаю, что ты это все устраиваешь только ради того, чтобы показать мне, на что ты способна. Не буду скрывать, да. И не без этого. Но это тот случай, когда благородная цель сливается с прагматическим. Но почему-то она достигается далеко не благородными путями. Я умоляю, Алиса. Ну, у нас же противник-то какой. Его надо бить тем же, тем же самым оружием. А вот, кстати, и оно. Здравствуйте. Что, разучились? Даже лучше, чем мы ожидали. Вот, Алиса Сергеевна. Это оружие. И если вы настоящий журналист, то вы никогда в жизни не откажетесь от такого материала. Ну, давай послушаем. Мне нравится, что там все быстро схватывается. Вы знаете, мне кажется, что это ускорит решение вашего дела. Это можно убрать уже, Прохож Петрович? А что, сам не видишь, что пустая? Следующую неси. Что-то вы очистите сегодня. Твое дело какое. Принес, унес, подал. Убрал. Прибрал. Давай. А ведь он прав. Может, не стоит так увлекаться? Вот тебя, дурака, еще забыл спросить. Увлекаться мне или не увлекаться? Я в том смысле, что у нас гонка еще сегодня. Надо же все организовать. Не пропадет гонка. Моя, межпрочем, гонка. Погоняем еще. Я о другом думаю. Первый раз в жизни, первый раз в жизни собственными руками парня за решетку отправил. Ментам сдал. Это про пацана, что ли? Про него. Про него. Так у вас же не было выбора. Да выбор всегда есть. Можно было с Максом по-другому разобраться. А что я сделал? Пацану жизнь испортил. Зверюбие окаянные. Падлая. Последняя. Нашел, блин, соперника. Детей учить надо. А не в тюрьмы сажать. Черт возьми. Официант! Где водка наша? Неси давай. Налей мне и ступай. Сожрет теперь судья нашего мальчонку и не подавится. Убить меня мало за такое. Хотя убить, шалко. Надо перевоспитываться. Да уж, если такими темпами будете продолжать, сами это и сделаете. Бон аппетита. Черт. Я очень рада, что мы с вами сумели найти общий язык. А уж я-то как рад. Значит, наши договоренности можно считать принятыми. О, да. А сегодня вечером мы их должным образом постараемся закрепить. О, какой вы. Вот это здорово. Ничего себе, как ты его развела. Я бы даже так не смогла. И вы что, хотите сказать, что я должна воспользоваться вот этим вот? Конечно. Я даже боюсь себе представить, как на это отреагирует судья. А ты не боишься. Ты это предвкушаешь. Ну и что? А что здесь такого? Нет, нет и еще раз нет. Этого не будет. Нам не нужен рейтинг такой ценой. Мы в свое время даже отказались от порно-радиоспектаклей. Потому что на моей радиостанции никто никогда такими методами не пользовался и пользоваться не будет. А если я скажу, что только это позволит освободить Бориса из тюрьмы? И с какой тюрьмой? Ты что говоришь? Полчаса назад Бориса заключили под стражу по уголовному делу, открытому по заявлению судья. Весны до весны Словно издание в день Пробиралась ко мне Боль моя Не настигла меня Слышь, с другой стороны, они сами виноваты. Я им что, мальчик что ли? Что они со мной поиграть решили? Черта лысого! Я с собой таких вещей не позволяю! Вот и я говорю, что они сами напросились. Точно, напросились. Кемшев, шпана дворовая, со мной такие штуки не прокатывают. Точно, не прокатывают. Мы им должны показать, что против вас переть, ну, ну, все равно, что голым задом против танка. Так, Витек, покажем, покажем. Сколько времени-то? О, до гонки-то уже ничего не осталось. Да. Так, слушай, сиди, я сейчас пойду умолюсь, приду в сознание и поеду. Добро. Хорошо. Так, все. Пойду. Мы их порвем. Порвем. Боже мой, я даже представить себе не могла, что наш мальчик когда-нибудь попадет в тюрьму. И все это благодаря его папочке. Нет ничего страшного, что наш малыш посидит, наконец, в тюрьме. Его дед сидел в тюрьме, я сидел в тюрьме, прадед сидел в тюрьме. В России каждый мужчина должен хотя бы один раз посидеть в тюрьме. Ну, мы же собрались не для этого. Мы должны действовать. Тем более, что у нас есть план. Да какой у вас есть план? Вы придумали такой план? Что мы все можем оказаться там, где сидит Борька сейчас? Да, Алиса Сергеевна, ничего такого не случится. Это мы заставим судью плясать под нашу дудку. А вы уверены, что у вас это получится? Я профессионал. Я сделаю такое интервью, что этот судья будет всю оставшуюся жизнь вздрагивать от моего имени. Да уж, это ты умеешь. Я уже вздрагиваю. Алиса, ну что, ну может быть, все-таки попробуем. Если это как-то поможет Боре, то давай попробуем. Ну, Лиза, ну ты, что ли, туда же? Уговорили все-таки тебя. Ну, за соломинку уж хватаешься. Алиса, я как мать, я тебя прошу, помоги племяннику. А я как отец. А я как друг отца. А я как подруга матери. А я как друг семьи. Ну, в общем, не говнись, Алиса, а! Давайте телефон судей. 9-7-4-8-5-2-3. Кажется так. Спасибо. Слушай меня, все просто. За час до начала гонок сюда приходят мужчины и садятся вот за тот стол. Это и есть букмекер. Понимаешь? Угу. А он что, прямо здесь принимает ставки? Ну, конечно. А ты что, думала, у него будет специально оборудованное место? С косовым аппаратом? Это ж нелегальный гонок. Ну, это я понимаю. Ну, прямо здесь принимает деньги и здесь же выдает выигрыш. Ну, конечно. Здесь все схвачно. Они так уже работают черт знает сколько. Окей, но тебя не могут. Нет. Тут все серьезно. Если кто-то что-то делает не так, то ему приходится за это платить. Афья. Ну, типа того. Так вот, мы делаем ставки и сидим пьем кофе. Примерно как сейчас. На сами гонки можно даже не ходить. Это хорошо, а то я боюсь, когда столько машин и все они куда-то ревут, мчатся. Это что? Что ты не понимаешь? Это же самый кайф. Ну, ладно. Каждому свое. Стасия, а сколько надо денег, чтобы сделать ставку? И где мы их найдем? Вот я блондинка. Как же я сразу не подумала. В самом деле, надо ведь хоть сколько-нибудь, чтобы сделать ставку. Хорошо, что я рыжая. Ну, хоть сколько-нибудь у меня есть. Но не здесь, а в кабинете. Ну, зачем дело встало? Давай сходим, возьмем. Разбежала из больницы. Если мой врач меня увидит, то меня опять уложат в койку. Бедняжка. И что теперь делать? Может быть, ты сходишь, возьмешь деньги и принесешь их сюда. Ну, если честно, мне не хотелось сюда возвращаться. Постой. Ты боишься в этом во всем участвовать? Я не буду тебя брать. Ты все равно прочтешь мои настоящие мысли. Я просто слышу, как тебе все кричит от страха. Ладно. Тут же ничего не поделаешь. Человек неавантюрный. Было бы глупо от тебя этого требовать. Неавантюрный, это точно. И вообще я почти замужем. Давай сделаем так. Сходим вместе, возьмем деньги, а потом я вернусь сюда одна. А если мы наткнемся на твоего врача? Ну, рискованно, конечно. Ну, что сделаешь? Пойдем, я в отличие от тебя как раз человек-авантюрный. Вот это женщина. О таких писал Некрасов. Продолжение следует... Прошу вас. Спасибо. Проходите, располагайтесь. Вы знаете, я уже... Я очень... Да, пожалуйста. Позвольте ваше пальто. Пожалуйста. Я очень рада, что вы к нам пришли. Очень. Я давно уже хотела, чтобы на нашей станции прозвучала беседа с серьезным, авторитетным юристом. Кофе, чай? Кофе. Ну, знаете, мне казалось, что у вас развлекательная радиостанция. А у нас принцип развлекая обучая... Сахара? Да, если можно, послаще. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ну, в принципе, ведь за мнение юриста принято платить, причем немалый день. Ну да. А вам не кажется, что пиар это самая лучшая оплата? Вы представьте себе, что вся наша многочисленная женская аудитория, услышав и узнав о вас у нас, завтра же будет стремиться решать все свои вопросы в вашем кабинете. В моем кабинете, да? Вы знаете, в этом есть здравая мысль. Еще бы. Поверьте мне, что сегодняшнее ваше выступление сделает вам потрясающую рекламу. Да, вы так думаете? Кстати, познакомьтесь. Это наша журналистка, которая будет брать у вас интервью. Позвольте. Это Ксения. Это наша лучшая сотрудница и очень большой специалист в области интервью. Да, большой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, слово интервью по отношению к вам даже как-то звучит порочно. Надеюсь, это комплимент. Ну, конечно. Ну, что ж, тогда, может быть, войдем те в студию. Давайте войдем те. Пожалуйста. Да. на кожу присаживайтесь. Спасибо. Скорей. Главное, поскочить в этот коридор, а там уже другой отделили. О! Вот вы где, больная. Я к вам обращаюсь. Значит, вот где наша беглянка. А мы тут все отделение на уши поставили, ищем вас по всей больнице. Ну, так я же ничего. Я и думала прогуляться, подышать свежим воздухом. Значит, постельный режим нарушаем. А вы понимаете, что ваше дорогостоящее лечение может пойти на смарку? Сейчас же, немедленно в койку. Доктор, простите, это я во всем виновата. Я хотела провести с больной ряд тестов и узнать, нет ли у нее психологической травмы после операции. А, значит, вы из психиатрического отделения? Угу. И вы позволяете, чтобы моя больная нарушала постельный режим? Ну, она не виновата. Помолчите, больная. я полагаю, что должен написать докладную на имя глав врача и пусть он сам решает, нужен ли ему в клинике такой специалист. Нет, 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 не надо, не надо. Доктор, вот смотрите, смотрите, что я делаю. Я сейчас пойду в палату, лягу в койку и не встану оттуда, пока вы мне не разрешите. Все, я ушла, ушла уже. Молите Бога, чтобы у моей больной не было осложнений. Иначе я это так не оставлю. Извращенец. А может, ему просто кальция не хватает? Он ушел? Заходи, заходи. Ну, что будем делать? Выбираться через окно? Нет, никуда мы выбираться не будем. И я хотела тебе сказать, что мне неловко перед тобой. Тебе неловко? Это мне неловко? Тебя из-за меня чуть не уволили с работы. Ерунда, меня не уволят. Но врач прав, тебе лучше оставаться в постели. Что за глупость? Я прекрасно себя чувствую. Тебе надо поберечь себя после операции. Мы же договорились. Виолетта, мы же договорились, что скоро начнутся гонки. А я должна идти к букмекеру. Никуда ты не пойдешь. Букмекеру пойду я. ты пойдешь. Ну ты же сказала, что боишься. Ну я же психолог, и я знаю, что страх можно и нужно преодолевать. И ты сможешь пойти одна. Без меня. Да. Ведь я же хочу вернуть деньги моего молодого человека. И это моя проблема, и я ее решу сама. Ну вот, все готово. Он повелся. Они пошли в студию. Я знал, что это его зацепит. Такие люди, как он, никогда не упускают возможности покрасоваться перед публикой. Даже если их только услышат. Ой, а видели бы вы, как он передо мной красовался. перед тобой. Да он два дня назад мне стихи читал. Я же говорил, что он безнравственный, бессовестный негодяй. Как ты вообще могла к себе его допустить? Я никого к себе не допускала. Я всегда смотрела на него с пренебрежением. Тише сейчас, я попробую тут все настроить. Вот. Сюда, да? Да. Вот, наконец-таки наша техника готова. Хорошо, все слышно. Я бы многое отдал, чтобы это еще и увидеть. Как наш настрой? Я готов. Замечательно. Нет робости перед прямым эфиром? Да не, ну что бы. Мне было бы стыдно робеть в присутствии таких очаровательных дам. Да, кстати, каждое заседание суда для меня это тоже прямой эфир. Ну и прекрасно, прекрасно. Присаживайтесь, пожалуйста. Я вас покидаю. Как только загорится вот так красная лампочка, да, мы начинаем. Ты готов? Поехали. Добрый день, дорогие радиослушательницы. С вами в эфире женского радио снова я, Ксения. И сегодня у нас в студии весьма необычный гость. Смотри, из всего того, что я тебе сейчас сказала, главное, что ты должна запомнить, что машина, на которую ты будешь делать ставку, в списке букмекера значится как черный таракан. Чего-чего? Черный таракан. Запомнила? Это, это марка такая. Какая марка? Это просто ее условное обозначение. Но деньги ты будешь ставить на нее. Ты прочитала, что машина придет первым в мыслях Прохора. Да, и он сам будет ставить на нее. И рассчитывает сорвать большой куш. Потому что этот таракан, он явный аутсайдер. И никто, никто на нее не будет делать ставки, кроме Прохора. И тебя. Ну, а если что-нибудь произойдет не так? Ну, в этом случае есть прекрасное изобретение, называется мобильный телефон. Да? Мы будем держать связь, и будем решать проблему оперативно, на месте. Угу. Я все поняла. Я пойду. На, давай, можешь стартовать. Ночью. 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 Поскольку аудитория нашей программы в основном женская, то многих наших радиослушательниц интересуют такие вопросы, как, например, заключение и расторжение брака. скажу без ложной скромности, что я считаю себя именно в этих вопросах наиболее компетентным специалистом. В самом деле? Да. Тогда ответите, пожалуйста, на такой вопрос. Какими соображениями вы обычно руководствуетесь при разделе совместно нажитого имущества разводящихся? Как и во всех иных случаях, исключительно статьями действующего, так сказать, законодательства. И при этом ваше решение не зависит от ваших личных симпатий или антипатий. О, нет, нет. В этих вопросах я исключительно максимально беспристрастен. Правда? Да. А я вот слышала, что некоторые судьи выносят свой вердикт, исходя из каких-то своих личных мотивов, ну, из корыстных, например. Что вы говорите? Удивительно, знаете, я как-то с этим не сталкивался. Не может быть. А вот в моем распоряжении есть информация, что именно вы грешите подобными вещами. Кто я? Я? А кто вам... А что... Что... Что там? Кто там? Что за информация? Информация, которая позволяет мне утверждать, что вы вступаете в сговор со своими клиентками. Как вы смеете? Это лживое измышление. Да, и пахнет, между прочим, клеветой. И вы можете ответить за это по суду. Да. Тогда скажите, пожалуйста, а чем у нас попахивает вот это? Что это такое? Что это? Да. Давайте послушаем. Да. Есть один спортклуб. А в спортклубе бас. А в Борисалле. Что вы говорите? Как мне нравится, что так все быстро схватывается. Вы знаете, мне кажется, что даже а то ускорит решение вашего дела. Скажите, а как насчет вашего участия в отношении имени? Вот это да! Вот это ты его сделала, Эльвик! Обалдеть! Ну, и Ксения, в общем, тоже ничего. Ну, как она его вывела на эту тему. Вы все молодцы! Я вас просто обожаю! Всех? Подождите, подождите, что-то как тихо стало. Не случилось ли там у судьи разрывы сердца? Все. Ну, если сдох, не жалко. Здравствуйте, Прохор. Здорово. Рад видеть. Хорошо выглядите? Тебе тоже неплохо. Как идет подготовка к заезду? Есть у вас какие-нибудь ставки? О, сейчас пойдут. А что, есть какие-нибудь указания? Да, хочу сделать ставку вот на эту машину. Но вы же хотели поставить на черного таракана. ночной таракан не будет участвовать в заезде. Я об этом позаботился. Твоя задача не слуху богу, кто захочет поставить на ночную фиолку, что это полная стойка. Хорошо. Сделай. все-таки странно. Еще пару часов назад хотели поставить на таракана. Обстатки изменились. Тебе потом знак не положено. Просто работай. таракан 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 Я очень рада, что мы с вами сумели найти общий язык. А уж я-то как рад. Значит, наши договоренности можно считать принятыми. О, да. А сегодня вечером мы их должным образом постараемся закрыть. Ну, пожалуй, хватит. Что же вы на это скажете, ваша честь? По-моему, весьма красноречивый разговор. Это провокация. Я требую выйти из эфира. Это фальсификация, это подделка с целью меня оборочить. Ну, ничего. Вы мне за это еще все ответили. Ну, Миша. Куда же вы, ваше честь, а как бы вы на себя спрятал слушать или хумить? Вы понимаете? Вы понимаете, на кого вы подняли руку? На кого вы замахнулись? Вы знаете, я уже порошок сотворил. Я же вас... Заживо здоровью вместе с вашей радиостанцией. Вы проклянетесь в тот миг, когда запустили это в эфир. А никакого эфира и не было. Как это тут? Почему не было? Почему не было? А мы просто сделали запись в передаче. И теперь мы ее можем ставить в эфир, а можем... и не ставить. Как это я не понимаю? Ну-ка, объясните мне! Я вам все объясню, ваше честь. Вы только пройдете в мой кабинет. Давайте пройдем. Субтитры сделал DimaTorzok Вы здесь, на месте. Как видите, я же обещала, что не сбегу. Вот и хорошо. Хотя лучше бы сбежала. Не дала бы Виолетте наделать глупости. Неизвестно, что теперь с ней. Здравствуйте. Ваш психотерапевт временно недоступен. Ваша честь. Вы можете не давать юридического определения тому, что мы здесь делаем. Мы сами прекрасно знаем, что это называется шантаж. Вот. Но вы сами нас вынудили. Простите, я вынуден? Вы решили сломать жизнь молодому человеку, который всего-навсего решил воспользоваться вашей машиной без вашего разрешения. Скажите, не кажется ли вам, что это слишком суровое наказание для такого проступка? Вы знаете, уважаемые господа, я действовал в соответствии с законом. Да. И так же вы действовали в моем случае. Я занят, перезвоню. А вот вас, дорогая, я бы посадил в тюрьму лет на десять. Вы же это, интриганка и лгу... и лгунья. А вы, вы, между прочим, мздоимец и старый похотливый козел. Кстати, надо еще выяснить, все ли там чисто с нашим разводом. А ты что, хочешь сказать, что я могла ступить с ним в какой-то сговор? Тихо, 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 ребята, мы собрались совершенно не для этого. Значит так, господин судья, либо вы забираете свое заявление, либо мы завтра же ставим запись в эфир. Хорошо. Вы отдаете мне запись, так? А где гарантия, что вы ее не будете использовать в дальнейшем? Гарантия в том, чтобы не собираться причинять вам никакого вреда. Мы просто не хотим, чтобы страдал наш племянник, сын, друг и товарищ. Ну, короче говоря, что вы нам ответите? Хорошо, будь по-вашему. Я подчиняюсь вашему, так сказать, наглому шантажу. А что тебе остается? Не давал бы повод, не было бы никакого шантажа. Что я должен сделать? Ты должен немедленно освободить моего сына. Нашего племянника. Друга. И товарища. Хорошо, дорогие родственнички. Но это невозможно. Это не от меня зависит. Но я могу это сделать. В лучшем случае завтра. Хорошо, принесешь сюда свое заявление, разорвешь, а мы отдадим тебе твою запись. Хорошо, хорошо. Ну, счастливо оставаться. Честь имею. Извите, две закрыты. До завтра. У нас получилось. Мы сделали этого. Сестренка, ты гений. Ой, да при чем здесь я? Это вообще так все Ксения затеяла. Может быть, имеет смысл забыть о ваших разногласиях. Ну, куда деваться, придется. Кстати, она показала себе очень неплохим интерьером. Придется придумать для нее новую программу. Она такая сытненькая, слушай. Ну, отлично. Слушай, а ты-то чего не радуешь-то? В конце концов, мы только что спасли Борьку. Да. А я буду радоваться только тогда, когда мой сын вернется домой. Буду. Продолжение следует... Добрый день. Я бы хотела сделать ставку. Добрый день. Очень приятно. А про какую ставку вы говорите? Послушайте, уважаемые. Давайте не будем попросту тратить время. Я знаю, кто вы. Вы, в свою очередь, только что услышали, чего хочу я. Так что давайте к делу. Ну, что ж. Мне нравятся такие решительные, такие хваткие женщины. Значит, вы хотите сделать ставку? Я уже сказала. Я хочу поставить на конкретную машину. А на кого же? На черного таракана. Что, именно на него? Именно. Не на синего, не на зеленого, а исключительно и только на черного. Тогда, к сожалению, ничем вам помочь не смогу. Дело в том, что черный таракан сегодня не участвует в гонке. Как? Вот так? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я присяду? Приходите. Какими судьбами? Мастер Сифий, я на нервах весь. Я по поводу нашей компашки. Общей. Из автосервиса. Ну, и что эта компашка? Они мне сегодня так перегнули через колено, я им это никогда не прощу. Никогда. Между прочим, они вас тоже перегнули заодно. Каким же образом? Я сейчас все расскажу. Занят, перезвоню. Я сейчас объясню. Вот сейчас объясню. Самое главное, чтобы вы поняли, что это наши общие враги. И мы с вами должны с ними что-то сделать. Понимаете? Это почему это? Мы должны что-то делать с вами вместе. Сейчас все объясню. Занят. Перезвоню. Так вот, мне пришлось, Прохора, пообещать им выпустить сына Макса. Что? Да. Ты же с ума сошел, что ли? Совсем вам наглил? Не боишься, что я дисочек отнесу в нужные руки? Я занят. Перезвоню. Прохор, ваш диск, по сравнению с их диском, это детский, лепит. Отключит этот долбанный телефон. Работа. Занят. Перезвоню. Понимаете, в чем дело? Так вот. Я пришел к вам, Прохор, за советом и помощью. Я в отчаянии. Ира, я даже не знаю, как тебе сказать. У нас тут ЧП. Что случилось? Ты забыла цвет таракана? Этот самый таракан не участвует в гонках. Как не участвует? Куда же он делся? Раздавили его, что ли? Ну, я не знаю, мне так сказал букмекер. Не может быть. Я точно слышала, у Прохора только один таракан в голове был. Может быть, ты что-нибудь не так услышала? Да нет, все было подумано четко и ясно. У Прохора вообще было только две мысли, про койку и про таракана. Может, букмекер просто что-то темнит? А если я поднесу телефон к его голове, ты прочтешь его мысли? Что? А еще куда ты поднесешь телефон? Виолетта, не выдумывай, этого им предвидеть не могли. Бросай все к чертовой матери и уезжай оттуда. Ну, будем считать, что фокус не удался. Ты слышишь меня? Плюнь на все это и уходи оттуда. Нет, Ира, я тебе не сказала самого главного. Я сделала ставку. Что? Я поставила на другую машину. Да ты с ума сошла? Зачем ты это сделала? Ты же потеряешь свои деньги. Ну, может быть, потеряю, а может быть, и выиграю. Да с чего ты вообще решила, что ты сможешь выиграть? Не знаю, но мне так подсказывает интуиция, что я должна была это сделать. Бог ты мой, Виолетта, не надо было тебе слушать никакую интуицию. Ну, вот скоро узнаем, надо было или нет. Гонка уже идет, и с минуты на минуту все станет ясно. Вот так они меня и заставили пообещать им выпустить сына Макса из, так сказать, подстражи. Ай, молодцы. Вот сукины дети, а. Я занят, ты не звонил. Ой. Вы смеетесь, вам смешно, да? Да. А я чуть не повесился. Ловко они, ловко они. Ну что, господин судья, что ж теперь нам делать-то, а? Да я, я даже не знаю. Я занят, перезвоню. Стоп. Ух ты. Так, 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 так. Есть. Есть, есть. Вот. Так, вы сейчас что-то придумали? Возможно, возможно. Угу. Да. Они сами этого хотели, правда ведь? Да. Секундочку. Я занят, перезвоню. Знаешь что, отпускай мальчишку. Это... Отпускать мальчишку? Отпускай. Нет, ну, вы это самое... Подождите. Вы мне объясните? Так сказать, посвятите в свои планы. Я же ничего не понимаю. Посвящу. Ну. Так сначала ответь мне на один вопрос. У тебя связи в арбитражном суде. Есть? Слушай, я тебе буду по гроб жизни обязан. Да. Дружище, спасибо тебе большое. Да. Все документы, необходимые завтра, у тебя будут на столе. И тебя также. Ну, пока. Ну, все. Я договорился. Вот и славненько. Что они нас сделали? Угу. Расслабятся, размякнут. Представляете, как у них рожи вытянутся? Да. Что они мне сделают? Да. Ну, все-таки. Я не понимаю, как это. Что вы задумали? Итак, гонки завершены. Стоятель не побеждает. Машина подновляет. Я все делаю, как вы говорите, но я не мог понять, зачем все это. Наши друзья сами подкинули мне бумаги, которые их погубят. Эта красотка, Эльвира, так и принесла мне кое-что. Бумаги из их, бухгалтерии. Так она и у вас была. Да. Ой, ты. Ой, ты. И в числе прочего барахла, который она пыталась мне впарить, она принесла мне-таки настоящую жемчужину. Так, полюбуйтесь. Они не уплатили проценты вовремя по кредитам. Так, 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 так. Да. Прокор, ну, тут как бы небольшие деньги. Как мы можем это использовать? Все постепенно, мой друг. Вы идите пока мальчика особо дайте. А, да-да-да. В смысле, идите мальчик? Да-да-да. А, ну, пальцы. Да-да-да-да, я... Пошел. Ой. Алло? Алло? Костя? Привет. Вопрос на миллион. Слушай, а в твоем банке не брала ли кредит некая автомастерская? Тоша, тащи скотч, сейчас бежок от палеца. Здрасте. А, Петя, привет. Тоша! Как дела? Хорошо. Ну вот, я работать пришел. Мастерская ведь не закрылась. А, ты где? Да, действительно. Ну все, мы справились. Ну, круто. Ну, так, что насчет меня-то? Ну. Слушай, а ты действительно думаешь, что тебе это все надо? Ну, я понимаю ваши сомнения, да и в машинах я не разбираюсь. Но я быстро учусь, я буду делать все, как вы скажете. Ну, ладно. Действительно, с уходом Толика у нас как-то рук маловака. Жека! Принимай ученика. Да. Которого, кого в КамА-сутре подмотаскать? А вот стоит. Привет. Ну, я готов. Я могу что-нибудь там прикрутить, открутить, отвинтеть. Я в детстве, знаете, сколько моделей склеил. Что с этим такое? Ты молодец. Ну что, тогда что? Урок первый. Вот тебе для начала инструмент. А эти, что, тоже машины ремонтируют? Пётр, вот эти вот подметают, а вот в это мусор складывают. На. А я думал, что я с вами машину чинить буду. Ух ты. Петя, давай, приступай, студент. Ты вообще слышал? Про шеллинских монахов, ты слышал? Ну, это которые руками и ногами махают? Да, Петя, да. Только они сначала веником учатся махать года два-три. А потом уже мастер им открывает свои секреты. Слушай, тиньсей. Молоток. Ирка. Я победила. Я выиграла кучу денег. Ты победила? Просто так? Ну, подожди, ничего не зная наперёд. Я просто поставила на какую-то машину, и она пришла первой. Да ладно, не может быть. Ну, ты же не умеешь читать мысли. Как? Как это могло произойти? Мне понравилось название машины, и я сделала на неё ставку. Как называлась машина? Ночная фиалка. Красиво. Ну, как ты поняла, что именно на неё нужно ставить? В переводе с латыни ночная фиалка Виолетта. О, я решила, что это знак. И не прогадала. И прогадала. Вообще, никакой телепатии не надо. Поздравляю. Поздравляю, поздравляю. Я не понимаю, в чём ты меня хочешь видишь, когда дура с мороза пришла и поставила на эту фиалку? Ну, это правда. Сначала она хотела на таракан. А когда я сказал, что его нет, то она поставила на фиалку. Не понимаю, не понимаю, как она могла угадать, или что могло случиться? Я понятия не имею. Надеюсь. Надеюсь. Хочется тебе видеть. Потому что, если это не так, я тебя закопаю под этим трейлером. Да что вы. Я ж никогда... Вы ж меня знаете. Знаю. Не знаю. Просто не знаю, как она могла сообразить. Ладно. Я сам разберусь с этим. Всё, пошёл вон отсюда. Ни разу в жизни не держала такую сумму денег. Я тоже. Ты знаешь, мне никогда не везло в лотереях. И даже на экзаменах я вытягивала самый сложный билет. Но зато уж если повезло, так повезло по-настоящему. Ну что? Можем обрадовать Борю? Ой. Я и забыла, зачем мы это затеяли. Привет, Борь. А, это вы, Елизавета Петровна? Здравствуйте. А можно услышать Бориса? Что? Что случилось? Ну, где же этот санаторий под Мариуполем? М-м-м, Ксюшенька. А я вот сижу, думаю, куда бы поехать отдыхать. Проходи, проходи, дорогая. Да нет, Алиса, я просто заглянула и сказать до свидания. Ой, а куда же это мы уходим? Куда это мы уходим? Ну как, куда? Домой. Я уже всё, что надо, сделала. И больше мне здесь делать нечего. Сделала, сделаешь кое-что ещё. Что, например? Например, будешь вести ночной эфир. Ночной эфир? Да. Так я же уволена. Нет, 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 уже не уволена. Я подумала, поняла, что я была не права. И, знаешь, я решила, что ты... Что ты у нас будешь вести вечернюю программу, на которую будешь приглашать разных известных людей нашего города. И вести с ними прекрасные беседы. А твою прежнюю передачу будет вести Ольга. Ну как? У тебя такая идея? По рукам? Кстати, кстати. Твой эфир, на котором был судья. Мы от него восторгли. Ну что? По рукам? Хорошо. Но только у меня есть одно условие. И что это за условие? Верни Петю. Без него я не вернусь. Это шантаж? Воспринимай это как хочешь. Но Петя пострадал из-за меня несколько раз. И поэтому либо возвращается вся команда, либо всё остаётся так, как было. Ну хорошо. Я подумаю. Вот. Спасибо. Приходите к нам ещё. Значит, последнего я, конечно, сомневаюсь. В смысле? Тебе что, здесь уже больше не нравится? Да нет, что-то здесь очень хорошо. Но мне кажется, что скоро мы себе не сможем позволить ходить в рестораны. Это ещё почему? Понимаешь, после триумфа Ксении, мне кажется, на радио мы уже не будем нужны. Ты так думаешь, почему не будем нужны? Ксения возвращается победительницей. И в качестве трофея она может забрать всё эфирное время. А за пульт посадит Петю. А ты знаешь, что я на это скажу? Ну и хорошо. Что хорошо? Пусть она Петю сажает за пульт, я с ней работать всё равно не буду. Ну, как ты не будешь? Почему? А ты не понимаешь? Я стал работать на радио только для того, чтобы работать вместе с тобой, а не с кем-нибудь другим. Это правда? А ты не веришь? Мне, в общем-то, и прежняя моя работа была более чем по душе. Я согласился работать на радио только потому, что там была ты. Ой. То есть ты там, потому что... Ой. Ты знаешь, звучит как признание в любви. Ну, не знаю, как это звучит. Красиво говорить, это не моя профессия, а твоя. Но если ты так считаешь, то значит, так оно и есть. Ой. Ой, дайте мне ваш автограф. Вы лучше Анфиса Чехова. Спасибо. Лиза, возьми себя в руки. А почему судьи до сих пор нет? Может быть, у нас обман нутрищем? Лиза, перестань нарезать круги! У меня теперь скоро, этот, вестибулярный аппарат лопнет. Да я ненавижу ждать! А это не он. Почему мне сразу об этом не сказали, а? Виолетта, мы сами как-то растерялись, честно говоря. Да ведь нам, ну надо же ведь что-то делать! Виолетта, все в порядке. Мы практически вытащили Борю. Держаться! Девочки, на воздух! На воздух, девочки, на воздух! Борюка, ты знаешь, сколько мне стоило усилий, чтобы освободить это заключение? Ты знаешь, да, кстати, ты знаешь, твои родители должны меня отблагодарить? Да! Молодец! Молодец! Что там? Ну, как ты себя чувствуешь, зайка моя? Все нормально, я за тебя переживала. Послушайте, а Ромео и Джульетта, пойдемте, там разберемся, все-все-все, пойдемте, пойдемте. Вот! Получите целости и сохранности! Привет! Привет, папа! Ухудел! Мало у меня сутки не было всего. Настоящим мужчином ты стал, в тюрьме сидел. Так, послушайте, я ваши условия выполнил? Выполнил. Так, идите, пожалуйста, будьте львезны. Заявление сначала. А, хорошо. Все. Роспись, пожалуйста, число. Не мельтешите. Хорошо. Это ваше дело. Подсорить не надо. Диск, пожалуйста, будьте львезны. Так. А, откуда я узнаю, что там материал обо мне? В отличие от вас, мы фигу в кармане не держим. У вас реакция хорошая? Отлично, я гонщик. Стой, стой, стой! Ну че? Ну что? Ты, 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 ты! Ну и как они береждают, что тут было записано? Как говорится, моя милиция меня бережет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу платежа по кредитам. Давайте ваши документы. Вот, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, мы немножечко опоздали с несением суммы. Дело в том, что у нас такой был аврал на фирме и, в общем, ну, в общем, не успели вовремя оплатить. Ничего страшного. Это у вас последний взнос, так что, я думаю, мы не будем предъявлять никаких претензий. Ой, спасибо вам большое. А то я так волновалась, когда я сюда шла. Божественно. Знаете, мы сегодня не сможем принять у вас платеж. Как? А что такое? Что-то вот так? Я сам ничего не понимаю. По-моему, у нас компьютерная сеть зависла. А, так это ничего. Я подожду. Сожалею, но ничего нельзя сделать. А неизвестно, когда наладят. Приходите лучше завтра. Завтра? Хорошо. А скажите, о нашей фирме ничего за это не будет? Можете не беспокоиться. Никаких санкций. Все в порядке. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Геннадий Эдуардович. Привет. Угу. Это я. Ну что, какие новости? Птичка увязла. Можно общипать. Подъезжайте. Хм. Постановление на руках? Здорово. Обрадовал. Сейчас приеду, жди. Ага, сейчас буду. Нет-нет, Боречка, съешь, пожалуйста. Еще кусочек. Я прошу тебя. Мам, я же... Не надо лопаться нашему ребенку. Еще нужна тема. Лиолет, вы тоже не притронулись. Спасибо, Миша, тут не хочется. Желось только прижимать. Хи-хи-хи. Виолетечка, вы должны есть, потому что ребеночек должен чем-то питаться. А, перестаньте, Виолетта сама врач. Она же лучше знает, чем должен питаться ребеночек. Ну, может быть, она и врач, только я мать. Хи-хи-хи. И я лучше знаю тоже. И не надо вообще встревать, когда мы разговариваем. Правда, Виолетта? Да. Ну, значит, не встревать. Я тоже отец. Да, смотри, какой вот чип... Хи-хи-хи. Чиполина вырастил. Ах, кабан. Кто вырастил-то? Ага. Ты вырастил? Ух, он вырастил. А, вы посмотрите на него. Вырастил. Да ты в гараже все время пропадал. Если бы я тебе не сказала, что у тебя сын есть, ты бы так это не заметил даже. Понимаешь? Полегче, Елизавета Петровна. Хи-хи-хи. Ну, кувалово. Да. Ой, проказница. Ну что, родители, ладно, вы давайте тут светскую беседу продолжайте свою, а мы с Фиолетой пойдем. Да. Нам надо Ирочку навестить. О, это с каких это порта ее Ирочкой стал называть, а? Я что-то пропустил. Да, и очень многое. У нас для тебя сюрприз. Да, правда? Ну, интересно. Сюрприз! На всем мире меняется, но готовишься по-прежнему хреново. Ребята, я с вами! А ты куда собрался-то это? Мне надо их подвезти. Меня подвезешь до сервиса. Мне надо в кабинете убраться. Так что вместе поедем. А что это, может, мне в другую сторону надо? В какую-то другую тебе сторону надо, интересно. Может, у тебя опять гряди у няни собрался? Родители подхорошь, Володя. Какой дурак? Придумал на мужских трусах в бугле сидел. У меня не холодненький. Ужас. Женщина планировала, а мужик так бы не придумал. Ты девчонка. Сам дурак. Дурак. Пора оставить капельницу. Это же все руки из колопы. Живого места не осталось. Ничего не поделаешь. Ты же хочешь побыстрее выздороветь и выйти отсюда? Хочешь, хочешь. Да не уйдет он. Кто? Мужик твой. Любит он тебя. Он просто немного подустал от твоих капризов. Так, и с этой успел потрепаться. Ну, козел. Откуда ты знаешь? Я... Я в окно видела, как он приходил. Палата на четвертом этаже. Как ты могла услышать? Ну, значит, вы слишком громко выясняли отношения. Ну, лежишь ты под капельницей и лежи. Зачем мне это на мозги капать? Вообще-то, мы за другой стороны корпуса были. Еще раз с кем увижу, лично прооперирую. Да, осталось теперь свою личную жизнь наладить. Поаккуратнее мы из этого мусора машину собрать можем. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Петя, привет, это Ксения. Привет. А, Петя, Петя, ты где сейчас, а? А я теперь... Я теперь работаю автомехаником. А, и где же находится твоя новая работа, а, Петенька? А в автомастерской Елизаветы Петровны. Продолжение следует... Продолжение следует... Привет, Борька, Борька, тебя отпустили, поздравляю Спасибо, тебя тоже можно поздравить с удачной операцией Меня можно, все благодаря тебе, ты настоящий друг А теперь, там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там У нас есть для тебя сюрприз Знаю, мне Виолетка уже проговорилась Ну-ка, что у вас там? Готов? Да Ну, хорошо Раз Два Это что? Это, это деньги Ну, так я вижу Да, это деньги, которые ты потратила на мое лечение И я возвращаю тебе долг Да, Ир, да ты что? Ир, скажи, мы сделали это от чистого сердца, Ир Ты никому ничего не должна А я ненавижу быть должницей Тем более, я знаю, сколько ты натерпелся из-за своего благородства Да Виолетка может тобой гордиться Хватит мне дифирамбу петь Сейчас нимб у меня заблестит Так, ну ладно, и откуда эти деньги? В лотерею выиграли? Что, банк ограбили? Ну? И то, и другое Почти Да ну не томи эти уже, ну что, откуда? Мы взяли их у Прохора Что? У Прохора? Да вы с ума сошли? Так Ладно, ну расскажите, что вы натворили У меня все готово Заявление банка о наложении обеспечительных мер Исковое против них, как против злостных неплательщиков Очень хорошо У меня тоже все готово Я поговорил с нужным человеком И он подготовит документы К течению пары часов Но Куда же в нашей стране? Без подогрева Ну, в таком случае Я поехал Не поехал, Геня А полетел на крыльях Как на первое свидание Прошу вас Спасибо Спасибо Так, держи меня Держи, держи, держи Парни, одни мужики кругом Ну нормального мужика Так, чтобы стул починить Чтобы еще что-то Нет За папу Карлу надо было выходить Ну, если хочешь, я могу, в принципе, починить Нет, мне от тебя ничего не надо Я сама уже привыкла все делать Слушай, а почему ты все время со мной ругаешься? Что значит? Я ругаюсь Ты мне всю дорогу мозг сверлом пилила Что про нас, Виолетта, может подумать? Виолетта девушка разумная К тому же она психолог Вот и она разберется Психолог Ха, психолог Хорошо, что не проктолог Такой девушке я бы точно своего сына не доверил Зачем ты со мной спорил-то всю дорогу? Замолчал бы и все Да как же ты с тобой не спорить, если ты меня чмуришь все время? Я тебя? Зачем ты мне нужен? Ты что, с ума сошел? Что ты вообще здесь делаешь? Иди к своей Ксении Так, все, пусти меня А если не отпущу? Пусти О, ты что делаешь? Макс Ну какой Ну вот Монахал, нахал А ты помнишь? Нет А что это вы тут делаете? Нет, на выезд не похоже Да, что такое? Да ничего, все Надо разобраться с этим, это непонятно все Вот дебет, кребет Что тебе непонятно? Все непонятно Не позвонить надо сейчас Я не вижу ничего без очков Где очки-то мои? Ай, господи помилуй Вот значит как, да? Все честно Честно? Вы считаете честно? А вы подумали о том, что с нами может теперь сделать Прохор? А? Ну так мы же играли по его правилам Мы не мухлевали Хотя могли Что значит могли? Ну я тебе потом объясню В общем, мы эти деньги выиграли в честной борьбе Да? Да Да И теперь они твои На, бери Потому что иначе я их выбрала Ладно Ну тогда у меня есть встречное предложение Давайте-ка на эти деньги В закатный праздник В часть моего освобождения Прямо здесь? Ну почему здесь? Давайте в мастерской Ой, как здорово Слушай, я обеими руками за Я так соскучилась по ребятам И мне Мне очень здесь надоело Правда Ну тогда я звоню маме Да Оль Я сегодня последний день у вас работаю Почему? Что случилось? Ну Алиса сказала, что возвращается Петя и Ксения У нее теперь будет своя передача А почему тебе обязательно уходить? Ведь ты же можешь работать с Петей так же, как и у нас с Ксенией У нее будет своя передача, а у меня своя Так-то оно так, но, честно говоря, я даже рад тому, что возвращается Петя Тебе не понравилось на радио? Понравилось Тепло, спокойно Только не мое это все Скучно как-то Однообразно Что, совсем ничего интересного? Ну еще не хватает моих друзей, Антона и Жени Ну и машин, конечно Моторного масла Запах бензина Ну что ж Удачи У нас в эфире через пять минут нужно работать Ты что, обиделась? Ну что? Ну извини, я не так все это хотел сказать Я хотел сказать, что мне было очень приятно с тобой работать И общаться, и вообще Вообще что? Вообще, Оля, я чувствую, как твоя радиоволна накрывает меня с головой Алло Да, Боречка Да, правда? Ну конечно, отлично Так, Боря звонил, они едут сюда с Виолетой и Ирочкой Очень хорошо А нам Вилина приготовит стол Ну это мы сейчас быстро все сделаем У меня есть предложение, стол поставить в мастерскую Тогда все уместятся А что, прекрасно? Так даже и лучше будет Ну Ну я пойду ребятам скажу Что я вижу, подруга? А что ты видишь? А что это такое? Что такое? Ну вот то, что я сейчас видела А ты сейчас ничего не видела такого А даже то, что ты видела Этого вообще не может быть Да? Да Даже не мечтай, я поняла? Ну-ну И не надо так смеяться в луках Ну вот видишь, все в порядке Что в порядке? Нет, смотри, как трясется Ну и что, что трясется? Приборы на стенде показали Все в норме? Да А приборы не врут Тихо Тихо, 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 тихо Тихо Двигатель неисправен Чего? И чего ты так решил? Понимаете, я звукорежиссер У меня очень тонкий слух Ха! И что? Ну Я слышу, что что-то не так работает Ну Диссонанс Понимаете? Призвуки неприятные Ты че несешь-то? Петя Какие такие призвуки? Ну послушайте, разве Ну Исправленный двигатель Он не должен работать Ровно И гармонично Ха-ха Я же сказал, ты мне что-то не посадил правильно И то верно Ой, а парень-то того Талант А ну, это видно Слушай А ты еще что-нибудь Такое услышать можешь? Да, могу Тихо Так Ага Так, так, так О, кажется, я слышу Андрой Николайда Еще кто-то идет Всем привет Привет Петя, я к тебе Точнее, за тобой Ну и что тебе нужно? Опять какую-нибудь авантюру затеяла? Нет Я хочу, чтобы ты вернулся на радио Ты? Ты там больше не работаешь А вот и нет Алиса взяла меня обратно Мы помирились Но я сказала, что вернусь Только если с тобой Да Ну и где она? А где она? Где эта чертова звезда? Так, Ксения звонила Она вообще как-то появлялась Она давала себе знать Она хоть как-то что-то вообще Откликалась Каким-нибудь образом Нет, Алиса Сергеевна Никаких известий Господи, ну ничего Ничего не меняется в этом мире Скорее, Волга перестанет впадать в Каспийское море Прежде чем Чем Ксения вообще Я и все Вовремя на работу Алиса Сергеевна А Ксения у нас снова Работает официально Ну а как от нее отказаться? Скажи, как от нее отказаться? Конечно, ей нужно пруть Как сидорову козу Но без нее же будет Чего-то не хватать А без Петя? Не, а без Петя? Да и без Петя, если честно, тоже Не стоит ли это понимать так Что я и Оля Вам здесь больше не нужны? Ну что за чушь? Ну что за чушь вы говорите? Ну, я вам когда-нибудь что-нибудь подобное говорила Скажите мне, пожалуйста Да я не хочу ни от кого избавляться Вы мне все нужны Вы понимаете, миленькие мои детки Вы мои замечательные Я вас всех люблю Вы все мне нужны Вы понимаете? Турында вы такие Все Ну что это за дела вообще? Давайте быстро Приготовились к кефирю Давай, садись Садись, готовься к кефиру Ой, господи, проси Толик, что такое? Давай, готовься к кефиру Так, если через пять минут Да, через пять минут Она не приезжает Это Ксения, наша замечательная звезда Мы начинаем Давай С удовольствием, Алиса Сергеевна Ну и где они? Скоро будут А мне здесь нравится Вам не только что вон, ребята, новый талант открыли Точно Между прочим, он на слух Любую поломку в двигателе может определить Лучше любого компьютера Петюнечка Ну возвращайся Ну я не могу вести вечерний эфир Ну это просто еще одного какой-то Ну как оптом Может быть дороже, чем в розницу Плюшка, а ты как здесь оказалась? Вот пришла переманить вас ценного сотрудника Вернее забрать его на прессе Тогда верните Толика Вот, вот А то, понимаешь Повадили тут беспросто у нас Этого, отбирать персонал То одного им, то другого А что там? У нас отшли на радио на своем У нас все начинить будет Мы что ли? Макс! Повлекай, она с вашей отручника Макс! Зачем? А, да, давай Это отложим Но потом Да почему? Ну это Почему? А, мы должны Отметить Борькина освобождение Кстати, присоединяйся к нам Ты же приняла в этом такое участие? Не-не, Макс, я не могу Присоединяйтесь к нам Ну что вы Да на радио меня ждут Я не могу Ну да ладно Да ладно Да я сейчас Этой Не-не Посмотрю, сестре сурай А, так Мужики, а мы пока Давай, китайских отгоняем Столы приносим Сейчас там Принесут эти Я договорился с буситом Дерут сволочи Ну как, оп там Может быть дороже, чем в розницу Посуду, стаканчик Стой еще Ну что, ты стаканы? Давай А, и Погоди, я тебе помогу Сейчас Илья придет С этим, с Волькой Он такой кабан Добрый день, мои дорогие радиослушательницы С вами, как всегда в этот час, всюду, где бы вы ни были, я, Алена И у меня нет сомнений, что мы проведем отпущенное нам время с пользой и удовольствием Надеюсь, этот день начался для вас радостно и приятно А впереди нас ждет много нового и захватывающе интересного Друзья, минутку тяжело Я хочу вам сейчас объявить одну ошеломительную новость Вы будете приятно удивлены Я знаю, у тебя будет внук Да, это тоже, но не только это Я хочу вам сообщить сейчас Я не двигаться Йоу-йоу-йоу, браво, Макс, Макс, Макс Ты пригласил, Макс и шел У тебя потрясающее чувство юмора, Макс Что происходит? Мне кто-то тебе объяснит? Я объясню Вы кто? Судебный исполнитель Вот и все Можем ехать Может, подождать? Зачем? Они еще там долго проводятся Проха Петрович, не беспокойтесь Никаких сюрпризов не будет Все оформлено так Комар носу не подточил Надеюсь Я хотел бы уточнить За мои труды дополнительно полагается Не так ли? Не бздехай, гения Взятка не зарплата Ее не задержим Шутник Вот постановление суда На основании заявления банка дебитора На ваше предприятие накладывается арест За невыполнение вами кредитных обязательств Все на пол Живо на пол все Я уже на полу Сейчас лягу, лягу, лягу Господи Мы накладываем арест на ваше предприятие За неисполнение вами кредитных обязательств Да что, какие кредитных обязательств? Мы со всеми расплатились Эля, Эля Вылезай Бухгалтерша Я что, в банке не была, что ли? Как не была? Я была А они ничего не приняли у них Это компьютеры зависли Ого Вот видите А мы-то здесь при чем? Я очень сожалею Но это не входит в мою компетенцию Я всего лишь исполняю Постановление суда А они потом сказали Какого еще суда? Вы там с ума посходили, что ли все? Что они сказали? Они сказали, что завтра примут у нас все Понятно? Да Так что вот это все произвол Я буду жаловаться Ваше право Насколько я понимаю, вы являетесь хозяйкой этого автосервиса? Ну я В таком случае пройдемте Я должен произвести выемку документов Идите, вынимайте Хорошо, я с вами Помогу А я будущий владелец Я половину документов подписывал А я сын владельца А я подруга будущей жены сына владельца А я тут останусь Доел Мастерской Будешь руководить ты Только аккуратно Что? Ну смотри Вызывали? Вызывали, вызывали Проходи, садись Ну, любезный Скажи-ка мне Как же так получилось, что я вчерашний заезд проиграл? Прохор Петрович Я как на духу уже все рассказал Сам не понимаю, почему так вышло Ну ты ж понимаешь, что это наша промашка Я не могу себе позволить терять такие деньги Больше такого не повторится Нет, ну вы же меня знаете Я сколько лет верой и правдой Ну хорошо, а как же такой прокол произошел? А ты подумай, подумай Это девица, которую ставила на фиалку Она не сомневалась, сразу поставила на нее? Я не помню Это, это, то есть помню Она не сомневалась, она сразу поставила на фиалку Точно? Точно Нет Она сначала хотела поставить на таракана Сначала хотела поставить на таракана Потом поставила на фиалку Я тебя правильно понял? Ну, ну да Уверенно себя держала Не сомневалась Ты же ей подсказала-то, что она так себя уверенно держала Сдается мне, парни, у нас на корабле крыса завелась Если это не остановить сейчас Крысы начнут разгножаться Послушайте, а долго нам еще на полу-то лежать? Мне холодно Блин, ребят, мы же не бандиты какие-нибудь Чего нас на полу держать? Ляк и не дергайся, кончай базарить Ляк Вам мужикам только одно и нужно Послушайте, у меня невеста беременная Ей нельзя на полу Кто твоя невеста? Она пускай поднимется и присядет где-нибудь А у меня меня нет А я тоже беременная А он что, производитель? Это известно, блин Я, между прочим, если бы не разглядели известная радиоведущая Да ты ж не в один радиоприемник не влезешь Да вы что? Вы обалдели, что ли? Вы как с девушкой общаетесь? Быстренько извинитесь! Смотри-ка, какой смелый, а! Быстро извинитесь! Ну-ка, лег на место Не лягу, извинитесь! Или я сейчас вас на дуэль вызову! Что? Не, ну ты глянь, а! Смотри, какой борзый нашелся, а! Ну, давай, терминатор сушеный, проверим тебя Бей! Сейчас, ага Давай, давай, сейчас Иди сюда, давай, ага О-о-о, ну все Дерьма я очень А-а-а, не забывай его, в лице придурок! А-а-а, отпустили меня, извините! Да что вы делаете? Что вы делаете? Отпустили его! Ну ты не закончил? Да Ну вот сейчас Вы что, вообще обалдели, что ли? А-а-а, не забывайся! Слышите, ну, мужики, да вызовите милицию! Есть еще где-нибудь документы? А-а-а, нет, это все Ключи от помещения Будьте добры! Макс, я не верю, что это с нами происходит Ущипни меня! Я бы сам себя ущипнул, если бы знал, что это поможет Так, Елизавета Петровна, распишитесь вот здесь И здесь А если я не подпишу? Ваше право, но это ничего не даст В таком случае никто не будет гарантировать То, что ваше добро не растащит А зачем это мне теперь? Лиза, подписывай, хуже все равно не будет Вы имеете право в течение 10 дней Подать апелляцию на решение суда в шестоящую инстанцию Непременно, мы так и сделаем Вы еще пожалеете, что вы с нами связались Вы носите компьютер и документы в машину Подождите, а с нами-то что? Вы покинете, будьте добры, помещение Я здесь все опечатаю А одежду нам можно забрать? Или она тоже арестована? Одежду можете взять Спасибо Ну, и кто у нас потерял нюх? Кто у нас решил, что может делать делишки свои за моей спиной? Кто у нас самый умный? Кто у нас слабое звено? Да? Прохор Петрович, я чем угодно, клянусь Я никому не сливал На какую машину надо ставить? Больше не на кого думать, любезный Только ты и я знали Что Фиалка придет первой Прохор Петрович, не покупайте Я ни одной живой душе ни полуслова не говорил Я даже в страшном сне себе это представить не могу Ладно Добрый я Верю тебе Иди взять на свое место Верю, что ты ни при чем Спасибо, Петрович Спасибо Ну, то, что ты облажался, ты понимаешь или нет? Облажался Раскаиваюсь Больше такого не повторится Значит, ты скоро облажался? Давай думай, как выходить с положения будешь Найди эту фартовую девицу Выясни, кто такая, откуда И доложи мне Понял? А как же я узнаю? Придумай что-нибудь Я тебе вот даже помощника дам Чтоб тебе легче думалось Усёк? Угу Пойдем Чапай Думать будешь? Все свободны Все свободны Петенька, больно тебе, а? Да ерунда Как ерунда? Нужно лед приложить Лед есть у кого-нибудь, а? А снег не подойдет, а? Петя, он же грязный Ну и что грязный? Пускай будет грязный Он не грязнее этого мерзкого поступка, который совершили они Ну и куда же мы теперь пойдем? А ты не слышала? Сказали, все свободны Друзья мои Я предлагаю Пойти в кафе Надо промочить горло Обмозговать, что к чему Ну и Ой, я не могу Мне надо вернуться в больницу Ой, конечно, Лизочка Тебя проводит кто? Я Если не против Да Если я же даже против буду Ты все равно пойдешь со мной Так что пошли Идем Друзья мои Ну Держите меня в курсе Если что Понадобились Свистните и примчусь Душой и телом я с вами Жека Здравствуйте Надо отметить Эй, военные Инкогнито Коньяк мне домой не разворуйте Ну я не знаю Где ее еще искать Так до скончания веков Можно Колесить по городу Прохор что сказал? Искать Значит будем искать Пока не найдешь Понял? Я понял Понял Слушай, давай хоть Перекусим Пока стоим, а? А то ведь сколько времени Уже катаемся Ладно Только быстро Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Здравствуйте Здравствуйте У вас какой-то праздник? Юбилей? Или? Или похороны у нас Нет Да, маршрут Что будете заказывать? У меня Водки Граммов 300 И Без закуски Лиза Что? Лиза Если я сейчас Не напрячь Я просто взорвусь На тысячу кусочков Потому что Это выше моих сил Столько Всего за один день Не пережить Ну, в общем Давайте На всех Водки И какой-нибудь Закуски Хорошо Ну, что? Что, Эльвирочка Будем делать Мы с тобой? Может, салон красоты Откроем? Хотя, ладно Ты-то Сейчас сразу Работу искать Побежишь Ну, и правильно Тебе-то проще Бухгалтер Это-то везде надо Ну, что ты Такое говоришь-то? Что ты думаешь Мы сейчас Все разбежимся И оставим тебя одну? Да, кстати, ребят Я все понимаю Зарплату я вам Платить не могу Так что Если кто Куда соберется уйти То Пожалуйста Я не задерживаю Лиза Не катастрофируй ты тут А ты, Мас Ты что? Ты еще Надеешься на что-то? Конечно Я не собираюсь Сдаваться без боя Извините А давайте Может быть Новую программу На радио Откроем, а Макс? А кого мы на этот раз Шантажировать будем? Зачем кого-то шантажировать? Мы просто сделаем Такую программу Про производство Созакония И будем привлекать Выманя Счастливости Ну, на этот раз Это не сработает Во-первых Мы на самом деле Крепко затянули С выплатой Кредитов Во-вторых Мы точно Точно не знаем Кто за всем этим стоит Так, кто? Я думаю, судья Это наш Никак не может Простить нам Эту Шутку С диском Я вот что подумал Может быть Пойти И просто Надрать ему За одно место Тогда он Не только сервис Нас лишит Но еще и Свободы Чего? Да я пойду Виолетту провожу Я что-то не очень хорошо Счастливо День назад Давай Только домой сегодня Вернись Да-да-да Питерка Повернись Вот она Где? Смотри На ловце Зверь бежит О, попались Голубчики Давай за ними Только аккуратно Поехали Так, Лёча Ну что же делать? А чё ты так? Ты-то чего так? Чего ты убиваешься-то, а, Макс? Сервис-то Он уже тебе не принадлежит Ну что же мне? Может мне вообще Уже отсюда уйти? Иди Иди Давай, беги Догоняй Подождите Я хотела сказать Только Вы не будете на меня Очень сильно злиться Из-за чего? Это всё из-за меня Чё ты несёшься? Это я во всём виновата Да Ты как? Мотивируй Лиза Ты помнишь Нашу затею с соблазнением Прохора То есть ты думаешь Ну я же не специально Ну простите меня Ну простите меня, пожалуйста Тоже мне Шпионка Что, Елизавета Что, Елизавета Погнался-то? Ну К Прохору, да? Макс, остынь Ну всё Пришло время Наконец Поговори с ним По-мужски Бесполезно У нас всё равно Нет никаких доказательств Да мне доказательств Не нужно Я ему хожу Набью и всё Клок Я с тобой Ну вот Ну бессмысленно же Бессмысленно просто Во-первых, вас на порог Не впустят Но в худшем случае Вам набьют Его костоломы У меня ножик Ты не чистый Хотя да Ну тогда я не знаю Всё делать Ну подождите Кажется, я знаю Что можно сделать Ну всё, спасибо большое Я дальше сама, хорошо? Да Ну ладно Ирина, вас ищут главврачницы в больницу? Хорошо Сейчас подойду Ладно А ты долго в больничке будешь лежать? Ну не знаю Врачи сказали, что ещё Пару дней нужно отлежаться К тому же спешить мне теперь Некуда А что? Ничего Что ты хотел сказать? Не вижу Не понимаю У тебя в голове такая каша? Ну это точно 3000, а что сказала? Ты что? Ты опять не видишь? Ира? Ира? Жень Успокойся Все в порядке Тебе так, образно Субтитры 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 Где всё движение Его денег Интересно И чем это нам Она поможет Да вы что Не понимаете Если эти документы Попадут в милицию То всему Прохоровскому бизнесу Крышка А его вообще Могут посадить Между прочим За решётку За уклонение От уплаты налогов А чё ж ты раньше Ты дура молчала? Потому что я сама Не своя была Я вообще забыла Про эти бумажки Я надеюсь Что ты их Не выкинула ведь? Нет Они дома у меня Так, всё Мы должны поехать к ней И возможить эти бумажки Может быть Это наш шанс Да А нам что делать? Может мы чем помочь сможем? Да Будьте на связи Мы с вами свяжемся Ребят И расплатите здесь Ладно? Слышь, Петель А у твоей Этой Которую носик долго пудрит Деньги-то есть? А 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Да я ничего не понимаю. Ты что, успел набраться, что ли, где-то? Все пропало, Толян! Все пропало! Нет у нас больше мастерской! Арестовали ее, нас на улицу выгнали! Ты серьезно? Нет! Я сегодня первый апреля справляю. Слушай, мне уже за пульт пора. Давай, дуй быстро сюда! Окей! А я надеюсь, ты там не один. Надо, давай. Опустела без тебя земля. Только несколько минут прожить. Жека, держись. Держись, Жека. Ну что, по домам? А что думал-то делать? Ну, а я, пожалуй, пойду. А мы, пожалуй, останемся, да, Петенька, еще посидим? Ну, тогда счастливо. Хорошо. Береги себя. А почему ты меня так смотришь? Я страшно с этим фингалом, да? Нет. Они тебя очень едят. А вообще, ты знаешь, шрамы и синяки ведь украшают мужчин. Я честно восхищаюсь твоей смелостью. Я даже не ожидала от тебя такого. Да я и сам не знал, если честно. Ты знаешь, как я когда услышал, что этот омойной начал тебе хамить, у меня внутри все закипело. Да я готов был его порвать на месте. Разорвать. Просто они мне не дали еще до верши домой. Ну, видела, они мне руки заломали, и я не успел. А я бы их всех там ради тебя порвал бы просто на марлю и на поролон. Потому что ни один мужчина не имеет права грубить такой шикарной девушке, как ты. Мне никто и никогда в жизни не говорил такого. Правда? Макс, завтра же забери свои вещи. Оглох, что ли? Кальсоны, говорю, забери. И носки. Я сейчас не могу говорить. Давай я лучше тебе попозже перезвоню. Ладно, Ксюша? Ну, давай, ага, все. Чего ей надо? Ерунда какая-то. Вот, нашла. Отлично. Ха-ха-ха! Ха-ха! Карамба! Ну все, девочки? С этими бумазеями мы порвем Прохора, как тузе, грелку. Ха-ха! Якорь мне в корму. Лиза, может, я тебя домой отвезу? О-о-о, вообще, я могу с тобой поехать. Так тогда и я с вами. Да нет, девочки, я сам справлюсь. Дело опасное. Ну, как хотите. Пошел ты к черту. Что? Ой, я-то я не тебе петю. Мне так нравится эта песня. Задная вещичка. А пойдем-ка танцевать, а? Нет, ты че, я не умею. Я ж тебе все ноги подтопчу. Да ладно, идем. Я тебя научу, пошли. А почему зимой так круто закрыл? Солнце, лета нас уже совсем не уважает. Может, я сам не простыли, я пойму. Солнце, лета я сюда, лета приезжаю. Да. Музыка. 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 Нет, не подавлюсь, Макс. Я тебя предупреждал, что он будет моим. Так и вышло. Ошибаешься. Это моё имущество, и оно будет опять моё. Это то есть, значит, я его тебе верну, что ли? Совершенно верно. С чего ты так взял? А с того, что у меня есть кое-что, то ты с удовольствием обменяешь обратно на мой сервис. А мне ничего не надо от тебя, понял? Всё, что надо было, я уже получил. Так что просто смирись с тем, что ты второй. И я тебя сделаю. Ты не заметил, что мы с тобой разговариваем как ник? Пожалуйста. И опять ошибуешься. У меня есть кое-что. На что ты с удовольствием обменяешь мой сервис обратно? Вот, полюбопытство. Читать-то не разучился? Нет, не разучился, но ты забыл. Мне просто ничего от тебя не надо. Всё, что мне надо было, я уже получил. Где ты это взял? Не важно. Главное, что остальная часть всего этого находится у меня. Ты играешь в очень опасные игры, Макс. Блин, а меня не спросили, хочу ли я в них играть или нет. А может я грохнуть всё-таки здесь, а? Закопать? Поша, ну не будь ты идиотом. Если я через полчаса не вернусь обратно, оригиналы вот этой ерунды полетят прямиком в прокуратуру. А там уж сам знаешь. Так что, давай, Поша, поступим таким образом. Я тебе даю, ровно, день. За этот день ты вот эту всё вошкотню свою с моим имуществом закругляешь и возвращаешь мне его обратно. Ровно день, Поша. Поша. Ровно день. Время пошло. Да, вы простите, я забыл вас спросить, как пройти в библиотеке. Ну что, разлёкся здесь, козлина? Чемпион. Какий боксёр хренов. Не ехать надо. Очень хочу у тебя остаться, но надо к родителям. Мамке обещал. Да, я понимаю, ты сейчас им нужнее. Ты не переживаешь за мастерскую? Да, конечно. Ну хорошо, у нас деньги остались, которые ты выиграла. На первое время хватит, а там придумаем что-нибудь, да? Угу. Хорошо. За родителей только я волнуюсь. Даже не знаю, как они, что там. Ну всё нормально. Понимаешь, они много нервные, но это же ведь вполне естественные в их возрасте. Ну всё, иди. Завтра увидимся. А расскажи мне о себе. А что рассказывать? Да всё, как обычно. Петь. А? А у тебя девушка есть? Есть. То есть была? Ну, раньше тогда. А, что с ней стало? Ничего. Просто она сказала, что я очень скучный и бросила меня. О, вот дура. А живёшь ты с родителями? Нет. Ты что? Нет. Я живу с бабушкой. Нет. С бабушкой? Да. Ну, понятно. Тогда значит ко мне. В каком смысле? К тебе. В прямом смысле. Поедем ко мне? А зачем? Сейчас я тебе расскажу, зачем. Мой хиру. Мой хиру. Мой хиру. А может быть его всё-таки того? У тебя какие-нибудь мысли, кроме того, есть вообще, нет? В голове своей? Да нет. Ну, стоит она и молчи. Того. Шеф. Да. А может быть его того? Только того. Только чтобы он отдал вам ваши бумаги. А он их дома держит, да? Он идиот. Угу. Он же ученый этот, Макс. Дома не держит ничего. Что же делать-то, а? Слушай, а найди-ка ты мне букмекера. Букмекера? А зачем букмекера? Ну, и зачем букмекера? Я тебе сказал, найди букмекера. Понял меня, нет? Понял. Давай. Теперь я прощаюсь с вами, мои дорогие слушательницы. До завтра. Слушайте хорошую музыку и ни о чем не беспокойтесь. Ваша Алена. Спасибо. Все было замечательно. Оля, я тут подумал и решил тебе сказать. Всем привет! Ну что, валютик себе безработного автомеханика, а? А что у вас случилось? А, что случилось? Пока я гонял здесь радиобулмы в эфире, нашу автомастерскую закрыть уже успели. Значит, ты останешься. Ты что, сад вас уходить? Сиди, не торопись. Оленька, Оленька, ты мне научишься обращаться к тебе вот со всеми кнопочками. Если, конечно, Алиса возьмет меня. Ну, я, я, я не знаю. Что такое, Оленька? Оленька, ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Неужели вы выгнете бедного, но очень талантливого парня? Ну, да. Ну, что, неужели, неужели вам будет не жалко смотреть, как он, как он губит свою молодую жизнь, побираясь в электричка? А что ты болтаешь об Оленьке? Что ты мне взял? Пошли ты, обещанное, все рассказать. А как же Оленька-то, а? Пошли! Оленька! Чего ты, Толян? Ну, что? Да что с тобой, Толян? А? Вот ты... Короче, Женя, я тебя, как друга, прошу, не смей пудрить в мозги Оле. Понял? О-о-о, а что я такого сделал-то? Ты меня понял? Да понял, понял. Уже с девушкой пошутить нельзя. С этой нельзя. Еще раз увижу, во! Определенно сегодня мир сошел с ума. Если даже лучше друг норовит морду набить. Ну, ладно. Ты, мне кажется, хотел рассказать, что там у вас было в сервисе? Что, прям здесь, на улице? Может, все-таки в тепле и под закусочку. Ладно. Кому пойдем? Тебе или ко мне? Хотя, что я спрашиваю? Тебе наверняка сегодня вечером свидание назначено. Значит, ко мне. Представь себе, сегодня я один. Быть того не может. Может, Оля. Может. Сам не верю. Тремс! 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 Пам-пам! Я нашел! Я нашел девицу! Молодец! Будешь королевичем Елисеем. Ну, рассказывай, кто такая, откуда, как зовут? Как зовут, я не знаю, но я знаю, где она живет. Еще вот. Я сфотографировал ее на свой фотоаппарат с телефона. А кто с ней рядом? Скорее всего, хахали ее. Видите, как обнимаются? Вижу. А есть еще фотки? Знакомое, что лицо у него? Как же, как же, как же. Я же их родимых как свадебный фотограф фотографировал. знакомое все лицо. Это же Борька, сын моего заклятого друга Макса. Я так и знал. Че ты знал? Ну, что все наши беды от них? Тут ты прав. Достала мне оценейка. Отстала. А что вы собираетесь делать, что вы? Вытрясти из нее деньги? Для начала узнаю, кто ее надо умел на фиалку ставить. Вы все еще не верите, что я ни при чем? Верю, не верю. Поговорю с девицей, тогда и разберемся. Все, 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 все. Не нервируй меня. Ступай, давай. А как же идти? Ох, Борис, ты не прав. Боречка пришел. Проводил Виолетту? Да, все нормально. Как она? Ну, полегче. Завтра, наверное, только к врачу я повезу. А папа где? Он поехал к Прохору. К Прохору? Зачем? Потому что это он натравил на нас банк. Наконец-то мы нашли способ утихомерить этого бандита. Так, а почему он меня-то не дождался? Да от Прохора все что угодно ожидать можно. Я хотела с ним поехать, но он мне запретил. Так, я мигом туда еду. Не надо, не надо, не надо, не надо. Ну что, вот я еще из-за тебя буду волноваться. Не надо. Останься, посиди со мной лучше. Ой, так может я пойду? Борька с тобой побудет и ты не волнуйся, я думаю, все будет хорошо. Ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы, собственно, к вам. Ко мне? Ну, вообще-то не к вам, а за вами. Дорогой, отложи, пожалуйста, свою стокилограммовую гирю и иди к нам встречай гостей. Отложите, пожалуйста, сейчас. иди к вам, иди к вам. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok